привет мы с вами сейчас находимся на лодочной улице и вот здесь мы видим пятиэтажки но они уже конца 50-х начала 60-х годов вот этот дом номер 27 это 25 и там дальше 23 дом значит вот эти дома они как-то несколько странно значит вот это 27 дом он в 2017 году сначала попал программа реновации но затем по решению жителей они почему-то решили отказаться от этой программы но не захотели они переселяться отсюда и вроде как этот дом исключили в 27 из программы реновации вот это 25 дом он в общем тоже вроде как не вошел тоже программа реновации ну а вот 23 дом он попал программа реновации хотя он абсолютно ничем не отличается от вот этих вот соседних домов 25 Это все вот пятиэтажки, построенные в 359-60 годах. То есть, в принципе, в одно время вот эти три пятиэтажки построили здесь вот в середине лодочной улицы. Кстати, обратите внимание, это вот деривационный канал, который соединяет канал имени Москвы с рекой Сходней и далее с рекой Москвой. Он был создан для обводнения реки Москвы. То есть, отсюда, через этот канал, Волжская вода из реки Волги, дальше, так сказать, через канал имени Москвы, дальше через этот вот деривационный канал, она дальше туда сбрасывается в реку Сходню, через Сходнинское ГЭС, гидротехнические сооружения, и дальше уже попадает в Москва-реку. И таким образом ее наполняет водой, делает ее более полноводной. Ну, вот видите, такая площадка для отдыха на деривационном канале. Ну, и вообще так, в принципе, плитка, как обычно, все отделали. Так что здесь очень хорошо гулять, и дальше туда вот, вплоть фактически до Сходнинской ГЭС, то начало лодочной улицы. Ну, мы там еще сегодня будем, я покажу начало Сходнинской улицы. Здесь народ не так много в будний день, но выходные, конечно, насколько побольше. Гулять здесь хорошо. Вот видите, там шлюзы, охранная система тоже, пешеходный переход. Там вот можно перейти, как раз этот деривационный канал. Ну, и дальше там мосты Восточный и Западный, по ним тоже можно перейти. Так что вот эти с этими домами, вот, не очень все понятно. В итоге, что будет, снесут один все-таки дом, вот этот вот, 23-й, вот перед нами как раз, да, или все-таки будут сносить все три дома. Ну, пока вот в плане реновации только 23-й дом. Ну, дальше сказать сложно. А вот это, кстати говоря, мы идем сейчас по Кленовому скверу. Вот, ну, он потому что тут преобладает посадки клена в деревьях. Он еще создан был довольно давно, еще в городе Тушино, который здесь находился за 1360-го года. Тоже вот дома еще были построены в Тушине, практически. Ну, когда он уже, по сути дела, почти стал Москвой. Вот, ну, и, конечно, не только клены есть, ну, вот мы видим, вот такая кленовая аллея. Ну, в принципе, тут, конечно, есть и другие деревья. Вот одуванчики, много их тут, слава богу, не косят. Вот, ну, газоны все-таки, видно, разрыли, так что работы тут какие-то проводились. Он деривационный канал, на том берегу Малая и Большая набережные улицы находится. Вот. Ну, а мы с вами идем еще к одним домам, которые будут сносить, это уж точно. Вот, вот видите, лодочная улица проходит. И вот, смотрите, вот эти 25-этажки, они появились здесь в середине 2000-х годов, в 2004-2005 годах. Вот эти дома влепили здесь, ну, типа точечина, наверное, да, скорее всего. Скамеечка для отдыха. Что они тут появились недавно. Ну, кстати, вот видите, вот этот дом, 23-й, вот его как раз будет сносить. Это сначала 5-этажек, ну, а там дальше за ним находятся еще такие же 3-5-этажки. Ну, а мы с вами подходим к уголку еще старого Тушина, который остался еще от подмосковного города Тушина, который здесь находился, как я уже сказал, до 1960-го года. И вот здесь находятся 3 еще тоже 5-этажных дома, но построены они были не в 50-х, 60-х годах, а в 1933-м году. В стиле конструктивизма, такие они не отштукатуренные, то есть прям красный кирпич в натуре, как говорится, как его делали. И вот эти дома, вот они прям утопают в зелени, вот, и их будут точно сносить. Причем один дом, 11-й, он уже полностью выселен, все, там уже люди не живут. Крайний дом, где-то около года уже выселение произошло. Ну, а в двух других домах, в 13-м и 15-м, там еще пока люди живут, пока еще не выселены, но эти дома уже точно попали в программу реновации. Довольно такое, очень хорошее здесь местечко, тихое, такое спокойное, зеленое, так что здесь очень хорошо гулять по этому кленовому, так сказать, бульвару такому небольшому, по кленовой аллее, по кленовому сферу, как хотите называйте, в принципе, да. Вот они дома, вот утопают в зелени, то есть пятиэтажки краснокирпичные. Вот это дом 15-й, вот мы видим 13-й, ну а там дальше уже, соответственно, выселены 11-й дом. Вот это 15-й, 13-й, не 15-й, 13-й, там первый был, да, 13-й дом. Вот липовая аллея, смотрите. Ну, а вон там, вон около 25-ти этажки, там находится 11-й дом, который уже выселен. И вот, скорее всего, вот здесь где-то, вот здесь, вот где сейчас там автостоянка машин, вот около этого дома 11-го, буду строить дом по программе «Реноваться» многоэтажный для жителей как раз вот этих сносимых домов пятиэтажных. Ну, может быть, там и из окрестностей тоже, тут в тушених довольно много пятиэтажек, их будут тоже многие сносить. И вот сюда, где-то вот здесь, пока еще тут не начато строительство дома, но запланировано где-то вот здесь. Вот, видите, а постоянка, вот новый дом, и вот как раз вот этот дом, который будут сносить, 11-й, который уже выселен, здесь вот как раз будет строительство. Примерно здесь, в этом месте, где-то вот в этой вот области, будет строительство нового дома. Ну, пока мы здесь ничего не видим, никакую технику, но, скорее всего, скоро здесь начнется строительство. Вот этот дом выселен, 11-й, по-лодочной, да, и его будут сносить, равно как еще два дома, которые вот за ним идут, 13-й и 15-й. И вот мы находимся в начале лодочной улицы, вот это дом номер 5, трехэтажный. Видите, за таким забором, это тоже остаток старого Тушина, еще подмосковного Тушина. Вот эти, тут три дома таких вот подобных, вот этот дом 5, дальше идет 3-й дом, и, собственно, первый дом, с которого лодочная улица и начинается. И все эти дома трехэтажные, и были построены в 1353 году, то есть как раз вот, ну, еще когда здесь находился подмосковный город Тушин, то есть еще в Подмосковье. Видите, с такими оградами тогда любили строить дома. Ну, вот это вот 3-й дом, видите, вот это 5-й, да, ну, там дальше идут уже более современные дома кирпичные, этот, вот, видите, 3-й дом, 3-й дом. Вот, ну, и, соответственно, там вот первый, видите, они тут с такими, как с придворовыми территориями, с деревьями. Вот эти дома тоже попали в программу реновации, первый, второй, и третий, и пятый. Вот эти три дома трехэтажных тоже попали в программу реновации. Но здесь какая система? Все-таки в реновации не все дома сносят, некоторые дома реконструируют. И вот эти дома было, так сказать, решено, что они представляют архитектурную ценность. Вот, они такие красивые дома, с необычными, с балкончиками, такими сандриками над окнами, с филенками. Ну, в общем, красиво оформлены. И было решено их не сносить, а просто реконструировать. Регонструировать, то есть обновить эти дома с отселением жителей. То есть вот сейчас пока вроде жители на месте, мы видим и кондиционеры, и занавески. В общем, жизнь явно здесь идет, пока дома не отселены. Хотя еще в 2017 году было принято решение об отселении жильцов. Вот, ну, пока вот не отселили, но, скорее всего, наверное, может быть, отселят. И, соответственно, эти дома будут перегонструированы. И потом вот уже, так сказать, обратно сюда жильцов в эти дома отселят. То есть они будут, так сказать, живыми, как это и сейчас. Их сносить не будут. Ну, вот это первый дом. Ну, и вот мы видим, что во дворе вот за этим первым домом, вот, значит, уже мы видим площадку по реновации. Вот здесь будут вначале лодочные улицы, там вот Сходнинская улица. И здесь как раз на пересечении с лодочной и Сходнинской улиц будут вот строить дом по программе реновации. Видите, вот уже оградили. И здесь вот многоэтажный дом построят для жителей сносимых пятиэтажек, которые здесь вот будут сносить в Тушине в этом районе. Ну, не обязательно по лодочной улице, но, в принципе, вот в этом районе. Вот, видите, уже площадка огорожена около первого дома. Вот это первый дом. И здесь вот будет идти строительство, соответственно, дома по реновации. Пока еще, как видим, оно, в общем-то, не началось. Только еще недавно оградили площадку, буквально, может, месяц-два назад. Ну, естественно, что вскоре здесь будет начнет расти дом. О, реновация. Так что, вот, видите, так сказать, две площадки по реновации. Вот я вам сегодня показал. Это в начале улицы, да, и будет еще около 11-го дома. Ну, по крайней мере, пока вот предварительно. Ну, а что уж там будет дальше, это, конечно, вопрос сложный. Ну, вот это вот начало как раз лодочной улицы. Вот первый дом. Вот. А этот вот мы видим как раз Сходнинская улица здесь. Вот это уже Сходнинская. Ну, и дальше там строительный проезд вот в ту сторону. Вот, там, где вот этот дом стоит. Ну, вот это вот западный мост мы видим впереди, где сейчас заканчивается Сходнинская улица. Дальше там идет уже Тушинский машиностроительный завод, и дальше там проезд перекрыт. До новых встреч на улицах Москвы. Вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. И мы снова с вами находимся на лодочной улице. Это наша уже вторая встреча в рамках этой передачи по реновации. на этой улице. И какой смысл этой встречи? Ну, во-первых, посмотреть, что тут произошло, какое изменение на этой улице. Ну, и, во-вторых, показать оставшиеся дома, которые попали в реновацию, потому что в прошлый раз мы были в начале улицы, ну, а сейчас мы в ее середине. И, соответственно, уже будем ближе к концу продвигаться. И поэтому посмотрим, какие там еще дома попали в реновацию на этой улице. Мы были, собственно, там, в начале улицы, вот. Она как бы напополам делится улицей Свободы. Вот как раз она там проходит, улицей Свободы. Ну, а сейчас вот она идет уже дальше туда, вот. И делают там изгиб, и все. И вот мы смотрели трехэтажные дома, два трехэтажных дома под номерами 1 и 5, которые попали в реновацию, ну, в самом начале улицы. И были также здесь. И вот что произошло. В прошлом году еще дом 11-й стоял, а сейчас вот пятиэтажка 33-го года постройки. А сейчас уже мы видим, что здесь, собственно говоря, ничего не стоит. Эту пятиэтажку в прошлом году снесли, где-то в конце прошлого года. И, видите, на этом месте начались работы уже вовсю. Там вот роется котлован, это довольно-таки заметно. И будет здесь строиться дом на лодочной улице 11 по реновации. Ну, вот видите, все огородили площадкой, вот этой реновационной. И будет строиться 17-этажный дом по реновации. Он вроде как ожидается односекционный, вроде 58 метров, что ли, то ли 57-58, ну, где-то так, в общем. Ну, 17 этажей, ну, довольно-таки стандартный, в принципе, дом по высоте. Ну, 17-этажный. И работу вообще хотели, вроде, даже еще, ну, предварительно закончить уже в этом году, в 2020-м. Но, поскольку, так сказать, видите, только сейчас работы начались, то закончить их, конечно, в этом году явно не успеют. А закончить их уже, скорее всего, в следующем году, и то, скорее всего, где-то уже к концу следующего года. Как бы быстро не строили, но все-таки уже построить как метеоры не могут. Так что, вот, 11-го дома больше не существует. Это была пятиэтажка, напомню, 1933-го года постройки. А дома 13-15, еще пока вот похожие дома, тоже такие же, построенные в силе конструктивизма, тоже в 1937-м году, их сразу три дома строили здесь, на лодочной. Они пока еще, как видим, стоят. То есть, их пока не разрушили, но они тоже, конечно же, попали в реновацию. Ну, об этом я уже рассказывал. В прошлом нашем выпуске можно посмотреть. Ну, вот, а что, пожалуйста, вот. Ну, эти дома тоже, очевидно, скоро будут сносить. И вот, наверное, для них, в том числе, для переселенцев из этих домов тоже, вот как раз строится вот этот вот дом по реновациям. Ну, а теперь посмотрим, какие же еще дома. Да, видите, в циане домов, конечно, довольно такое плачевное. Одни из самых старых домов здесь. Это район, кстати, Южная Тушина. И это конкретно 12-й микрорайон Тушина. Район Южная Тушина административно. Ну, и 12-й микрорайон Тушина. Ну, здесь, кстати, как раз Сходнинский деривационный канал проходит по другой стороне лодочной улицы. Поэтому она не застроена. А застроена только одна сторона, жилыми домами вот эта вот как раз нечетная сторона. Так что, по сути, это больше даже похоже на проезд, чем на улицах. Ну, там немножко есть уже застройка в конце. Ну, это... Вот, а тут в основном... Сначала Сходнинский канал, потом и Химкинского дохранилища. Вот. По сути, канал Масковый, да? Так более точно сказать. Ну, что ж, посмотрим, какие еще дома попали в реновацию. Видите, здесь уже... Да, кстати, на лодочной улице ситуация с реновацией довольно сложная. Дело в том, что на этой улице всего 30 жилых домов. Из них 14 пятиэтажных домов. Ну, то есть почти половина. И вот из этих 14 пятиэтажных домов всего только 5, только 5. Попало в реновацию. Это вот как раз дома вот эти 13-й и 15-й. Это вот этот дом 23-й. Вот он перед нами. Кирпичный дом 59-го года построен. Кстати, тут все дома, пятиэтажки, они все кирпичные. Тут панельных нет. Вообще в Тушино в основном один кирпич. Ну, в основном. Конечно, бывает, встречается и панельный. Ну, больше в основном кирпич. Особенно такой старый Тушино, еще такой вот коренной. Это кирпич. И вот этот вот дом 23-й, он тоже попал в реновацию. Вот. Ну, вот из этих вот, видите, 30 жилых домов. Да, из них 14 пятиэтажек. И вот из этих 14 пятиэтажек только пять попало в реновацию. То есть, грубо говоря, ну, почти одна треть. Ну, кстати, посмотрите, Сходнинский канал деривационный. Пока еще нет листвы, хорошо видно. Здесь какая-то станция, по-моему, спортивное. Моржевание. Вот. Так что, вот такая вот ситуация. Еще раз смотрите. Дом 23-й. Это еще один дом, который попал в реновацию. Третий, из которых мы видели, да, 13-й, 15-й, вот 23-й. А вот следующий дом точно такой же. Дом 25-й. Он в реновацию не попал. Вот так. Вот такая ситуация. И тут вот рядом. То есть, ну, видите, только одна треть пятиэтажек попала в реновацию. Говорит ли это о том, что эти дома не снесут? И что их оставят? Ну, это говорит о том, что на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, в первую волну реновации попало только пять пятиэтажек. Вот. Из четырнадцати, которые находятся на этой улице. Вот и все. А дальше эти дома могут попасть в соответственную вторую волну реновации. Вот и только и все. Но на сегодняшний день они не попали. Конечно, понятно, что на все возможно, и могут снести эти дома. Это вообще без проблем, да? Придут и снесут. Но мы же говорим все-таки об официальных документах, об официальных, как говорится, данных на сегодняшний день. И они говорят о том, что пока вот попали только пять домов, и вот многие дома не попали. А вот с этим двадцать седьмым домом ситуация вообще такая, можно сказать, практически детективная. Дело в том, что этот дом, он сначала в реновацию попал. Вот когда еще было голосование, первоначально, по-моему, летом 2017 года, он попал. Но уже осенью, вот этого же 2017 года, собственно, владельцы квартиры, они отказались от реновации. И сейчас, на сегодняшний день, этот дом, он не попадает в реновацию. Ну, я не знаю, с чем это было связано, почему было как бы переголосование. Может быть, это какую-то вывели какие-то подделки. Не знаю. Сложно сказать, но вот на сегодняшний день ситуация такая. То есть вот из трех похожих домов, построенных примерно в одно время, да, это все от 59-60-х годов постройки. Перпичные дома абсолютно одинаковые. Строили их буквально в одно время, одним же образом все. Вот, попали только всего один дом, 23-й. Вот все, что можно сказать. И здесь вот на Лодочной улице ситуация, в общем, она, ну, такая вот, в принципе. Это все повторяется довольно часто, то есть такие вот вещи. Нередкость. Вот. Ну, понятно, что начали вот с 30-х годов домов постройки, да, то есть еще в самых старых. Ну, эти тоже, конечно, и раз попали, мы тоже будут сносить. Понятно, что если один дом попал в реновацию, здесь, кстати, был кубик торговый павильон, снесли бы все. Вот, ну ладно, это уже немножко не по теме. Но так, заодно тоже смотрим, да. Вот. Так вот, и, конечно, это всегда, ну, опасность для других домов. То есть, если один такой вот дом попал в реновацию, вот, а другие, допустим, рядом стоящие, они не попали, то, естественно, для этих домов это, конечно, повод напрячься. Ну, потому что у нас не любят сносить одиноко стоящие дома. У нас любят сносить кварталами, да. То есть, сразу много домов. Застройщику нужно много территорий, чтобы он, как говорится, мог это самое, ну, разогнаться, да. Вот, чтобы у него было большое пространство для застройки. А этот маленький кулачок, он, конечно, мало кого интересует. А уж тем более втушенный. Если там еще в центре города, ну, там, да, там действительно каждый метр золотой. Но здесь все-таки уж район уж не очень престижный, поэтому, естественно, застройщику хочется побольше территории. Поэтому это всегда, конечно, в некотором смысле опасность для соседних домов. Но, с другой стороны, понимаете, если руководство, так сказать, все-таки и буквы, и духом закона, да, то если, конечно, люди проголосовали против, ну, зачем же их заставлять? Тем более, что и руководство города заявляло, что, значит, это самое, переселят только те, кто захочет, да. Ну, значит, если люди не хотят, зачем же их насильно переселять? Это, конечно, неправильно. Ну, вы же сами понимаете, как у нас все это делается. Вот, кстати, там канал Москвы проходит. Вот. Там, это самый, Сходнинский, Деривационный мы видели, ну, а тут вот канал Москвы. Вот, там шлюзы на этом канале постоянно идут. Ну, вот, а мы идем дальше. Это вот девятиэтажка, номер 29, дом. Мы идем дальше, в сторону 31-х домов. Вот, и тут такая же похожая ситуация, как из... Вот мы только что видели с тремя домами, которые один друг за другом идут. Только те дома стояли торцами к улице, ну, а эти дома, соответственно, стоят. Так, один за другим, больше лицом. Там все из него можно пройти, да? Вот. Ну, вот, смотрите, видите, три дома, да? Здесь какая-то порубка шла, как обычно у нас любят, да? Все это рубить. Так вот, три дома. 31 строение 1, 31 строение 2, и вот это 31 строение 3. Так вот, из трех домов похожих попал в реномацию только один дом, 31 строение 3. Вот. К которому мы как раз сейчас направляемся. Вот. Этот дом уже чуть попозже был построен. В 66-м году он тоже кирпичный, как и все, в общем-то, в этом микрорайоне дома все кирпичные. Ну, он был построен чуть попозже. Те дома, вот, 59-60-й год. Ну, а, соответственно, эти дома, вот, те-то вообще 30-е годы, которые ближе к улице Свободы идут. Ну, а вот это, соответственно, 66-й, то есть попозже. И вот этот дом, обращаю внимание, именно 31 строение 3, то есть вот здесь, соответственно, попал он один в реновацию. Вот эти же дома, они не попали. Ну, и опять же вопрос, да. Ну, ну так. То есть, этот снесут, а эти оставят? Как бы, если так рассуждать по букве, то как бы так должно быть, по идее? Ну, не знаю. Что-то я как-то не уверен в этом, скажем так. Скажу мягко. Ну, и осталось вам посмотреть еще последний дом. А вот, кстати, вот эти, ну, это, видите, 12-этажный дом, понятно, что этот, конечно, никак не попадает. А вот эти вот, смотрите, 5-этажки, вот, начиная с 33-го дома, вот с этого, и дальше там 35 строение 1, 37 строение 1, 39 строение 1. Вот они друг за другом там идут, они ни один дом не попал в реновацию, ни один. Они все были построены в 60-е годы, все, в общем-то, похожие, ни один не попал. Вот так. Ну, там, кстати, церковь новую построили. Не так давно, прям буквально в прошлом году закончили строительство. Вот. Вот такая белая, одноглавая церковь. Ну, сейчас такие часто любят строить, да. Вот, ну, вот еще один 12-этажный дом. 35 корпус 2, или строение 2. Вот это строение 1. 35 строение 1. Тоже не попал. Вот так вот, а. В принципе, все там очень похожи. Вот следующий уже 37 строение 1 показался. Ну, а за ними вот эти вот построили 12-этажки. Ну, их тоже построили, кстати, в 60-е годы. Ну, чуть попозже. В основном где-то 66-й год. 65-й, 66-й. Вот так где-то туда. Чуть после вот этих 5-этажек. Ну, тогда уже, когда в основном строили весь массив. Вот это 37 корпус 2. И мы подходим к последнему дому, который, вот, детский сад, кстати. Вот, мы подходим к последнему дому, который попал тут в реновацию. Это вот он. Это 37 строение 3. Вот. Тоже, соответственно, 5-этажка. Вот, абсолютно ничем она не отличается от других, как говорится, в окрестностях стоячих. Ну, вот видите, она попала. Вот он. Дом последний, на лодочной. Который тоже попал в реновацию. Это тоже кирпич, как мы видим. И тоже 366-й год постройки. Как и, в принципе, все вот эти соседние дома. Там и 39 тоже. И все вот так вот. Там неподалеку проезд до Слота проходит. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот, опять же, ну, сложно сказать. Знаете, вот этот дом снесут, а вот я что останутся? Ну, не знаю. Как-то верится с трудом. Верится с трудом. Ну, всякие, конечно, бывают чудеса. Ну, вот, в общем, такая ситуация. Так, чтобы обобщать, делаю вывод, да, значит, что мы можем сказать, да, что, значит, на лодочной улице в реновацию попало всего 7 жилых домов. Из них, давай, я вам показывал в прошлый раз. Смотрите, передача тоже проявилась на лодочной улице. Это дом 1 и 3, вернее, 1 и 5. Номер 1 и 5 в самом начале улицы. Они, кстати, трехэтажные. И, возможно, даже не будут сносить, а будут реконструировать, потому что они имеют историческую ценность. Вот, далее, соответственно, у нас... И то, что мы сегодня видели. Да, дома 13, 15, 23, 37, 31. Строение 3 и вот этот дом 37, строение 3. Вот, всего 7 домов. На сегодняшний день, опять же, мы попали вот в реновацию. Ну, естественно, что все может поменяться. И потом еще включить. Вторую волну, какие-то, осадшиеся пятиэтажки. Ну, сегодня пока вот такая ситуация. Ну, и мы видели, да, что 11 дом снесен. И на его месте идет строительство нового жилого дома. Тоже будет по реновациям. Вот. 17-этажного, который должны закончить, ну, вроде как, в следующем году. По крайней мере, по плану, да. Вот. Такая ситуация на сегодняшний день. То есть уже реновация здесь началась. Вообще, в Тушино реновация достаточно медленно раскочегаривается. Но уже процесс, в общем-то, идет. Видно. Так что в дальнейшем, наверное, все будет только нарастать. Любители Москвы, мы с вами находимся на Лодочной улице. Вот. Это у нас, значит, лодочная. То есть проезжает трамвай отдельно. И, соответственно, здесь проезжая часть. И вот перед нами, это вот Новопоселковая улица. Отходит от Лодочной. И здесь вот между Новопоселковой улицей, как раз вот этой Лодочной улицей, также улицей Фабрисовса и, соответственно, Сходницкой улицей, вот с той стороны, находится 11-й микрорайон Тушино. Вот это дом 5-й по Лодочной улице, который тоже входит в состав этого 11-го микрорайона. Ну, вот сейчас мы идем по Новопоселковой улице и посмотрим, какие дома здесь попали в реновацию. Ну, надо сказать, что вообще застроить этот микрорайон хотели еще довольно-таки давно. По крайней мере, при Лужкове уже были планы застройки этого района в конце 2000-х годов. И даже были выделены деньги. Кстати, вот здесь, вот с этой стороны, Новопоселковой, находится Тушинский машиностроительный завод, уже бывший, о котором я вчера рассказывал. И, скорее всего, эту территорию тоже будут застраивать жильем. Ну, а вот мы сейчас идем уже внутрь этого 11-го микрорайона. И вот перед нами дом 3А, 4-х этажный. Все дома здесь были построены в 50-е годы. И вот эти дома, которые мы видим, 4-х этажные, 5-ти этажные, они были построены в 58-м, 59-м году. Вот этот дом под номером 3, ну, а это дом 3А. Ну, и, как я уже говорил, этот микрорайон его хотели застроить довольно-таки давно, еще в 2000-е годы. И даже, вроде как, были выделены деньги. Но, как-то потом все дело застоплилось, даже деньги разворовали, вроде как. Большие деньги выделялись на строительство тут многоэтажных домов на месте вот этих вот 4-х, 5-ти этажных. Ну, и более низкой этажности домов. Люди уже готовились к переезду. Ну, как-то, в общем, построили в итоге только всего 3 дома. А потом как-то все это застоплилось. Ну, а теперь уже, в общем, как бы новая волна, так сказать, застройки этого района. Этот дом 3, кстати, попал в инновацию, а вот этот дом 3А не попал. Этот дом под номером 5А, а это 5. И, соответственно, оба дома они попали. В реновацию. То есть и вот этот 5-ый, и 5А. Вот. И, в общем, сейчас уже, в принципе, хотят этот микрорайон заново застроить уже по новым планам. Ну, теперь, вроде как, уже окончательно. Правда, здесь в реновацию попало всего около 12 домов всего попало. То есть примерно только одна треть всех домов, которые здесь находятся. Все остальные дома в реновацию не попали. Ну, сколько можно понять, все-таки их будут, скорее всего, застраивать, несмотря ни на что. Потому что, видите, здесь очень плотная застройка. И, в общем-то, если застраивать, то фактически весь микрорайон. А вот так вот строить отдельно, так сказать, что-то, так сказать, сносить, что-то оставлять, это, конечно, очень будет, ну, наверное, сложно. Так вот. Ну, вот этот вот дом под номером 7А и 7, видите, здесь вот они как бы друг напротив друга. Вот тот, который на проезжую часть выходит на новую поселку, это, соответственно, ну, дома без дополнительных, так сказать, обозначений буквенных. Ну, а которые вот чуть в глубине находятся квартала, вот этого 11 микрорайона, соответственно, те, они имеют еще, так сказать, обозначение А, Б. Вот, ну, вот эти А. Вот, ну, это, соответственно, дома под номерами 9 и 9А. Вот, которые в реновацию не попали. Ни 7А, ни 9, ни 9А. Они не попали в реновацию. Вот. Ну, далее тут какие-то склады у нас идут. Вот, наверное, тоже будут сносить, если тут будет реновация в этом месте. Это все вот по другой стороне улицы, территория уже бывшего теперь Тушинского машиностроительного завода. Ну, вот, смотрите, как тут микрорайончик, такой уютненький. Но, скорее всего, будут сносить тут дома. Даже, может быть, не по реновации, а просто, ну, просто новую застройку сделают, и все. Сейчас, в принципе, уже, как бы, новые законы это сделать позволяют. Раньше было сложнее, но сейчас, получается, специально приняли так, чтобы уже, как говорится, особо никого не спрашивать. Хочешь, не хочешь, все равно. Ну, сейчас мы видим 11-й дом 52-го года, постройки чуть пораньше, чем те, которые мы видели, вот эти вот 58-59-го годов. Но он тоже в реновацию не попал, он такой немножко необычной формы. Не как вот эти плоские, да, а немножко таким уголочком. Вот он. Даже 13-й дом, получается. 11-й. Сейчас мы на 13-й, вышли, ну, ладно, тогда, может, потом. Или, может, не знаю, кстати, туда к 11-й. Ну, такая вот стоянка здесь, может. В общем-то. В общем-то. В общем-то. Ну, это 11-я, ну, ладно, это все-таки мы тогда, это получается, 11-й, это как бы такая нежилая территория. Ну, тогда, дальше пойдемте тогда уже, чтобы нам не отклоняться от пути. Посмотрим дома 13-й, 13-я. Ну, вот это 13-й дом, и он не попал в реновацию, а вот это 13-я, который попал. Вот видите, как интересно. Ну, и как вот, что, получается, один дом будет сносить, а другой нет? Ну, я не думаю, что прям так. Я думаю, что если уже будет сносить, то будет сносить все. Ну, и дальше у нас уже, соответственно, идут дома 15-й и 17-й. Вот, 15-й опять же попал, 17-й нет. Вот этот 15-й попал, вот, а этот 17-й не попал. А вот там 15-й, а он попал в реновацию. Вот так интересно. Так, ну что, сейчас мы посмотрим еще, соответственно. Глянемся назад. На железную дорогу здесь вот гаражи раньше были. Сейчас посмотрим, есть тут еще гаражи, нет. Вот это как раз вот железная дорога, о которой я вчера говорил. Вот на Тушинский машиностроительный завод она раньше вела. Вот, видите, железнодорожная ветка от станции Тушино. Железнодорожная, и туда дальше, вот, видите, она дальше пересекает Новопоселковую улицу. Все, здесь уже, видите, переезд, по-моему, убрали, да? Вот она, дорога. Вот раньше еще, а, будка вон осталась, скажем, по-моему, дежурного по переезду. Вот, видите, даже здесь пересечение есть. Видите, раздвоение путей, настолько было сильное движение. Ну, переезд, по-моему, убрали. Сейчас посмотрим. Ну, вот, это как раз Тушинский машиностроительный завод, вся территория. Да, по-моему, ветку убрали здесь. Да, убрали ветку, то есть, видите, ветки здесь уже нету. Раньше был переезд, то есть железнодорожную... Не ветку убрали, а переезд убрали железнодорожный. Все, переезда больше не здесь, получается. Вот, этот вот единственный дом по улице Побрицовался, там вот она идет прям рядом, вот, который построен в 70-е годы. Единственный такой, ну, поздний советский дом в этом микрорайоне. Остальные дома здесь, как я уже говорил, в 50-х годах построены. Ну, вот, видите, гаражи еще пока сохранились здесь. Ну, говорят, их тоже будут сносить и застраивать дома. Ну, только железнодороги, это тоже гаражи вот давали как раз сотрудникам вот этого Тушинского машиностроительного завода. Ну, тоже как бы здесь жили многие люди с этого Тушинского завода, в этих домах. И до сих пор живут еще. Просто сейчас завода уже нет, фактически. Закрылся. Вот, 15-я он тоже попал в реновацию. Ну, а люди живут, те, кто там работал. Они так и продолжают там жить. Вот. Ну, а сейчас у нас, сейчас мы туда, ближе к Сходинской пойдем. Вот туда. И у нас, с одной стороны, будут дома по улице Сходинская, а по другой стороны, по Новокосилковой. То есть, вот так вот. Детская площадка. Видите, какая большая. Ну, и вот, сейчас башню покажу. Вот это как бы частично, единственное, что удалось построить в рамках вот этого проекта, еще старого, Лужковского, да, застройки этого микрорайона. Ну, это вот три новых дома, одна башня и, соответственно, еще два таких, ну, обычных дома многоэтажных, которые были построены как раз в 2000-х годах. Вот. А последний дом даже в 2011-м году был построен. Вот. Ну, они чистятся по Сходинской улице, но тоже вот в этом микрорайоне. Сейчас покажу башню и... Вот так вот, видите, это Сходинская 28А. Вот этот дом, он в реновацию не попал. Вот этот 32-й дом тоже в реновацию не попал. И 28А, вот этот, Сходинская, тоже не попал. Вот она башня, видите. Сходинская 16, эта башня была построена в 2010-м году. А вот это вот, собственно, последний дом, ну, как бы по времени постройки в этом микрорайоне, как раз вот часть вот этой вот застройки, начавшейся этого микрорайона, который потом закончился. 2011-й год. Вот так что, вот этот 28-й дом, четырехэтажный, не попал в реновацию. Это дом 11А, полновопоселковый, который тоже не попал в реновацию. А вот этот дом по номеру 9Б, который попал в реновацию. Вот видите, как интересно. Вот вроде бы такой же дом, как все остальные, да, но получается один попал, другой нет. Вот этот 9Б, он попал. Вот. А, соответственно, не 9, не 9А, не попали. Вот такая ситуация. Вот этот дом 22А, он тоже не попал в реновацию. А вот это вот еще третий дом, видите, высотный, он прям выходит как раз лицом на Сходнинскую улицу. Вот этот вот дом, он был построен первым из вот такой программы. Это вот высотные застройки еще в 2008-м году. Она фактически только началась еще. Вот. Ну, там мы уже видели дома, смотрели. Там дома. Под номером как раз 9А. А, и вот этот дом 9А, и дальше за ним 9. А вот этот дом 7Б. Вот, четырехэтажный. И он тоже не попал в реновацию. Это 7Б. Вот, далее видим дом под номером 18А, который попал в реновацию. Он числится вот по Сходнинской улице. Вот еще один тоже высотный дом. Ну, вот это как раз, по-моему, и есть вот этот первый-то, да. Вот я показывал вам как раз это под номер 6, да. Вот это как раз есть построен в 2008-м году. А тот в 2011-м году. Кто-то немножко ошибся. Вот этот дом первый построили. Передастройка этого микрорайона в 2008-м. А тот уже как последним получается. Вот, под номером 14. Ну, и 16 вот эту башню еще в 2010-м году. Вот три новых дома с 2008 по 2011 год здесь построили. Вот, а вот это у нас, что, снесли, по-моему, дом все-таки, да. Это бывший жилой дом. По-моему, все-таки его снесли. Да, похоже на то. Совсем недавно вот тут снесли дом. Видите? И тут, скорее всего, скоро начался заведение многоэтажного дома по реновации. Вот это дом 12. И вот раньше тут такие вот были домики. Очень много было таких домиков. Осталось всего три, по-моему, таких домика. А раньше было много. Вот, под номером 12 домик. Вот, который в 50-м году был построен. Вот, и раньше был жилой, сейчас выселенный. Нет, его не снесли. И, видите, он еще стоит. Выселенный дом, значит, здесь просто рядом строят. Ну, приносител страшный какой. Выселенный в 15-м году полностью. Вот, так что. Вот это, так сказать, Собес, по-моему, у них находится здесь. Какой центр, да, по-моему, Собес Тушинского района. Ну, раньше таких вот домиков много было. Здесь вот, сейчас видите, какой страшный дом. Раньше таких вот домиков стоял тут полно еще в 50-е, ну, в 40-е и 50-е годы. Здесь был, так называемый, новый поселок, поэтому новая поселковая улица. Потом вошел состав города Тушина подмосковного, который потом, в свою очередь, вошел в состав Москвы. Ну, это такой центр для женщин социальный. Вот, ну, поселковая 3-б, по-моему, да, 3-б. Ну, вот, видите, как этот домик. Ну, те дома мы смотрели уже, да, там, соответственно, стоят дом под номером 3-а. И дальше за ним третий дом. Ну, вот это, видите, выселенный дом, да, еще можно посмотреть. Вот, все. Его давно уже хотят снести. Уже вот 4 года, получается, вот он стоит выселенный, но пока вот что-то никак не сносит его. А здесь вот как раз вот видно, начали уже строить дом по инновации. Вот это еще один двухэтажный бывший жилой дом. Вот, видите, какой красивенький. Ну, раньше тоже жилой был. Сейчас уже уйти полчаса, как у каких-то здесь находится. Вот, а здесь эта площадка, по-моему, тут как раз вот хотят еще один дом строить, как раз вот по реновации. Площадку выделили. Вот, и прямо вот напротив вот этого выселенного дома по Сходинской 12. Вот. Ну, этот дом пока стоит. Десятый дом, 52-го года постройки. Вот этот вот. Вот еще тоже двухэтажный домик, тоже вот раньше жилой был. И вот еще 4 домика, видите, сохранился. Раз, два, три. Да, вот еще четвертый, выселенный уже. Ну, и все они выселенные, сейчас уже жилых домов здесь нету. Здесь уже в основном одни офисы находятся. Вот еще один, уже по Сходинской улице. Это, соответственно, это домик под номером 8, а это под номером 6. Вот. Это 49-го года постройки, а это 52-го. Вот. Ну, и вот этот вот, десятый, тоже 52-го года постройки. А вот это вот дом под номером 4А по Сходинской улице, и он попал в реновацию, вот этот дом. То есть его, по идее, должны будут сносить кирпичный дом по реновации. Ну, и в заключение возвращаемся снова к Лодочной улице. Здесь вот, в начало Сходинской, на пересечении Сходинской лодочной. И здесь вот, собственно, мы уже были здесь. Лодочный под номером 1, вот трехэтажный дом. 52-го, не до 53-го года постройки. Он тоже попал в реновацию. Его должны, по идее, сносить. Хотя, по некоторым сведениям, вроде как на реконструкцию, но не знаю. Скорее всего, надо будет сносить. И вот, видите, это площадка, где вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. Мы с вами находимся на аэродромной улице, где в реновацию попало 5 пятиэтажек. 5 пятиэтажек, все они кирпичные, и все были построены, ну, примерно в 64-м, 65-м годах. Ну, то есть вот в первой половине 60-х годов. То есть, коли после того, как эта территория, на которой сейчас находится аэродромная улица, она попала, вошла в состав Москвы. Это просто в 1060-м году. До этого она, эта улица проходила по подмосковному городу Тушино. Ну, и вот потом, соответственно, уже началась тут современная застройка. Снесли старую, которая была здесь, еще подмосковная, да. Ну, и стали уже строить вот эти вот обычные пятиэтажки. Ну, здесь они кирпичные. И на этой улице аэродромная, она, в принципе, не очень большая. Всего на ней 16 жилых домов находятся. И из них, из этих 16 домов, 8 домов до пятиэтажей. Ну, если быть точнее, то 6 пятиэтажек. И 2 дома по 4 этажа. Так вот, ну, а сальней, соответственно, повыше дома. Так вот, из этих вот домов, соответственно, в реновацию на этой улице попало только 5 жилых домов. То есть, вот, 8 домов до пятиэтажей, да. И из них 5 попало в реновацию. И сейчас мы эти дома посмотрим. Кстати, вот перед нами дом, дом 18-й. Вот эта пятиэтажка, которую мы видим тоже, которая не попала, не попала в реновацию. Вот этот вот довольно длинный дом, он как раз сюда выходит лицом на аэродромную улицу, на проезжую часть, я имею в виду, да. Мы сейчас в Бубине стоим немножко, квартала. Вот, там вот как раз проходит бульвар Яна Райдеса. Ну, и вот эта пятиэтажка, она, соответственно, не попала в реновацию. Ну, и также не попали еще 2 четырехэтажных дома под номерами 6 и 8. Вот, на вот этот дом попал пятиэтажка 60-го года постройки, номер 16. Вот, видите, как тут тоже такие пространства, большие дворы. Тоже обратите внимание, еще старые советские гаражи захранились тут и снесли. Ну, уже новая застройка, но, правда, не очень многоэтажная. По аэродромной улице построили, в конце 90-х годов еще этот дом. Ну, так вот, этот вот номер 16, следующий дом номер 14 тоже попал. Вот тоже, смотрите, пространство какие, да, вот там 14, он лицом стоит как раз на улицу. И вот этот дом, соответственно, 12-й. Вот, 12-й корпус 1, если быть точнее, вот этот дом. А ведь они все пятиэтажные дома. И, соответственно, были построены с 60-го по 62-й годы эти три дома. Вот это в 60-м году, это в 62-м, ну, а это в 61-м. Вот, так, сейчас посмотрим еще. Это были кирпичные пятиэтажки. 10 корпусов, а там чуть-чуть за этим домом мы видим. Я сказал, что все кирпичные, нет, но не все, тут есть все-таки один блочный дом. По номерам 15 я его тоже покажу в самом конце. Не все кирпичные, 4 кирпичных, 1 блочный попали в реновацию. Вот этим видите, кирпичные, да, то есть вот этот 16, 14, 12, корпус 1. И еще 10, корпус 2, сейчас посмотрим. Вот он. 10 корпус 1, не попал, а вот этот 10 корпуса, вот этот красный дом, вот он тоже попал в реновацию. 10 корпус 2, а вы тоже смотрите, какие дворы большие. Вот, а вот те, соответственно, 4-х этажные там, а вот 2 кирпичных дома, 6-8, они не попали в реновацию. Так что тут тоже так вот, примерно 50 на 50, да, то есть вот получается 5 из 8, да. Ну, чуть-чуть побольше на 1 дом буквально. Вот, еще раз, это 10 корпус 2, дом 60-го года постройки. Кирпичный, конечно же. Ну, это Панеридовский 22-й дом, это понятно, а вот там, вот там 4-х этажки, вот там 8, а там дальше 6. Вот, а дальше идет аэродромная, и они не попали в реновацию. Равно, как и этот дом тоже, 10 корпус 1, тоже не попал. Ну, те, конечно, понятно, они уже высотные, выше не попали. Осталось мне показать еще один дом, последний, он блочный, под номером 15. И находится в самом конце улицы, на перещении с бульваром Яна Ранис. Ну, там, кстати, парк такой, ну, какая сейчас народный парк, дубовая роща, вокруг школы, тоже такое довольно приятное место, хорошее. Ну, когда-то там сады были, ну, сейчас уже у них мало что осталось, но парк еще пока вот остался. Вот, кстати, современный дом, переменная этажность, уже тоже один из новых домов. Вот на этой улице аэродромных тут немного, конечно, видим, преобладает, естественно. Ну, вот еще раз посмотрите, 12 дом, ну, вот, который попал в реновацию. Вот, а это 14 дом, ну, вот еще можно посмотреть уже со стороны проезжей части, не из глубины квартала, а со стороны проезжей части. Ну, вот, это 14 дом. И по контрасту, вот, современный, да, что ждет переселенцев, да, вот, могут уже видеть сейчас, что их в итоге ждет. Ну, я думаю, что даже все и повыше построят дома. Ну, и как мы видим, здесь пока нету никаких нового строительства, никаких строек, никаких стартовых площадок. И я что-то не слышал, чтобы они вообще, в принципе, пока планировались. То есть, пока мне это неизвестно. Ну, и вот она как раз, блочная пятиэтажка, по номерам 15, 63-го года постройки. Вот. Ну, там как раз, видите, бульван Яна Раниса показался, и вот она как раз стоит. Она торцом идет, бульвана, бульварную Яна Раниса. Вот, 16 дом, кстати, еще раз посмотрите. Вот этот дом тоже попал в реновацию. А вот этот, 18-й, не попал. Вот он, 15-й дом. А этот не попал. Видите, какие газоны тоже, вот, в принципе. Такие пространства. То есть, еще довольно комфортные между домами. Так что, конечно, довольно приятно здесь, я думаю, жить. Но я имею в виду чисто, вот, как говорится, по пространствам, да? По, как говорится, этому пространству жизненному, я имею в виду. Ну, вот, еще раз посмотрите, новый домик, эти огороженные территории. Парковка тут же, вот, при доме. Так что, все, вот он, сейчас 15-й дом. Вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. Мы с вами находимся на Нелидовской улице. Это Тушино, недалеко от метро Сходинская. И здесь, на этой улице, 9 жилых домов попали в реновацию. Ну, вот, на сегодняшний день, да? Вот, вообще здесь все дома, в общем, кирпичные, фактически, вот-таки, 4-5-этажные. Вот, ну, на самом деле, вот, домов, соответственно, 4-5-этажных побольше, чем те, которые попали в реновацию. Ну, вот, на сегодняшний день всего 9 домов попали. И вот мы на них смотрим. Вот это дом 9, корпус 1. Вот, все кирпичные дома были построены здесь в начале 60-х годов и в конце 50-х. Ну, попали в реновацию, в основном, те, которые были построены в начале 60-х годов. Вот это дом 62-го года постройки, 9, корпус 1. И за ним следующий дом, тоже кирпичный, 9, корпус 2. Тоже был построен в 1162 году. Вот, ну, на самом деле, всего здесь 17 жилых домов на этой Нелидовской улице до 5 этажей. Из них 6 домов 4-этажных и, соответственно, остальные 5-этажные. Причем ни один 4-этажный дом не попал в реновацию. А попали вот только 9 5-этажных домов. И еще один 5-этажный дом. Вот это 9, корпус 2 дом. Вот это дом 13, корпус 2. А вот это 13, корпус 1. И вот, собственно, там кинотеатр Полет находится. Главная достопримечательность этой улицы. Итак, вот это 13, корпус 2, 13, корпус 1. Дома 1161 года постройки. И следующие 2 дома тоже попали в реновацию. 15-е дома. Вот 15, корпус 2. Тоже дом 1163 года постройки. И 15, корпус 1. Соответственно, 1161 года постройки. Ну, то есть, получается, что вот все тут как бы 6 домов, они как бы сдвоенно идут, да, один за другим. И вот все они попали в реновацию. Такой компактный как бы городочек. Вот. Ну, и все, как видим, кирпичные. Все были построены с 61 по 63 год. Ну, вот, видите, как это. Небольшой такой скверик здесь. Там колледж полиции. Ну, а мы идем. Да, и вот этот дом, кстати, уголковый. 15, корпус 1. Видите, он углом идет. То есть, все дома плоские. А вот этот, он как бы уголковый идет углом. И смотрите тоже, какие просторы, да, какие-то территории. Благоприятные для жизни, в общем-то. Ну, этот дом, он стоит уже. Видите, как бы в виде формы буквы Г, я тоже. Ну, и напротив еще находятся, соответственно, у нас два дома, которые тоже попали в реновацию. По другую сторону. Вот это вот, Нелидовская улица. Вот они, тоже кирпичные дома. Соответственно, 12, корпус 1, вот этот дом, да. Ну, 1660 года, постройки тоже кирпичные, как мы видим. И, соответственно, за ним идет 12, корпус 2. Ну, видите, они все не оштукатурены. А эти дома уже, они идут по Сходницкой улице, которая как бы делит, ну, условно говоря, это вот Нелидовская улица на две части. Ну, вот он, 12, корпус 1, и вот это 12, корпус 2. Ну, вот еще два дома, которые здесь попали в реновацию. Вот это 59-го, самый ранний такой год постройки износимых домов. Ну, а 60-й тоже. Ну, собственно, еще был построен, можно сказать, подмосковный город Детушино, который здесь находился до 60-го года. И в 60-м году он вошел как раз в состав Москвы. Ну, вот это вот, соответственно, 12, корпус 1. Ну, и вот мы перешли на другую сторону Нелидовской улицы. И, скажем так, на другую часть Нелидовской улицы. Там осталось Сходницкое, мы были там. Ну, а теперь перешли сюда, уже ближе к концу улицы. И здесь нам осталось посмотреть еще на один дом, который попал в реновацию на этой улице. Там он в глубине находится. Ну, знаете, кстати, вот эти четырехэтажки, да, видите, вот это, 21, 23, вот. Они все не попали, да, то есть тут 6 вот таких вот четырехэтажных домов, и ни один из них в реновацию не попал. Вот. Вот еще тоже дом четырехэтажный, 18-й, с этой стороны, да, вот, тоже не попал. А попал вот этот пятиэтажный дом, номер 20, корпус 2. Тоже, как видим, кирпичный, как и все тут четырехпятиэтажные дома. Вот. И построенный в 1359 году. Ну, то есть тоже еще буквально, вот, можно сказать, почти ровесник вот того момента, когда эта территория вошла в состав Москвы. Вот он, видите, смотрите, какой двор красивый. Видите, какая ситуация. Вот, как все тут просторно, хорошо, красиво. И вот этот дом, он один попал. Ну, опять же, конечно, мы сейчас говорим здесь только о первой волне, то есть мы говорим о сегодняшнем небе. Естественно, конечно, понять, что там дальше будет, и как там дальше ситуация будет развиваться, естественно, мы не можем. Может быть, дальше потом во второй волну попадут оставшиеся вот эти дома четырехэтажные. Ну, пока вот, так сказать, вот первая волна, это вот один дом. Вот этот вот пятиэтажка, соответственно. Вот. А вот эта вот, видите, тоже пятиэтажка, она не попала. Видите, как 20 корпуса один. А вот 20 корпус два попал. И вот еще тоже дом, тоже не попал. Но это посходницкая, правда, улица, поэтому его мы не берем. Вот. Ну, и такая вот ситуация на сегодняшний день. То, что мы имеем, да. Вот. То есть еще раз повторю, что вот на сегодня, на конец марта 2020 года, соответственно, у нас здесь на Лилиевской улице попало 9 жилых домов в реновацию. Ну, и как мы видим, реновация здесь еще не началась. Не началась. Вообще, в Тушино она достаточно сильно тормозит. Как-то идет, ведь, довольно-таки неактивно. Ну, так вот кое-где там что-то где-то появляются, какие-то отдельные точки. Ну, вот такой как бы полномасштабный, полноценный реновации тут пока еще нет. Ну, трудно сказать, с чем это связано. Ну, во-первых, район, конечно, не такой престижный, как, скажем, тот же Кунцево, допустим, да, где там уже вовсю Шуруй, одну Ярцевскую улицу, да, можете вспомнить. Или там Ферри тоже. Конечно, намного активнее все процессы идут. Ну, и потом, конечно, вот это тоже, то, что здесь вот такая через полосица идет, да, то есть один дом попал, другой не попал. И это, конечно, тоже мешает, потому что, ну, скажем так, я уже говорил много раз, да, застройщику не очень как-то все это выгодно сносить. В принципе, как бы один, да, один сносить, другой остается, потому что фактически вся инфраструктура, в общем-то, связана, ну, территория общая и так далее. Ну, конечно, это сносить довольно затратно, невыгодно. Ну, вот такая ситуация, будем следить за развитием событий, как обычно. Вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. Мы с вами находимся в Тушине, ну, точнее, район Южная Тушина, недалеко от метро Сходнинская, фиолетовые ветки метро. И вот эта штурвальная улица, которой примыкает парусный проезд. И мы сейчас его весь пройдем, он небольшой, вот, начинается он от улицы Свободы и заканчивается как раз вот здесь, на штурвальной улице. И вот эти дома, они уже как раз идут по парусному проезду. Вот. Причем оба дома, и вот этот, 12-й дом трехэтажный, 60-го года постройки, и следующий, вот, пятиэтажка, под номером 15, кирпичная, 66-го года постройки, они все попали, оба дома, вот этих трехэтажный и пятиэтажный попали в реновацию. Вот, ну, а вообще, на парусном проезде все дома трех- и пятиэтажные, вот, соответственно, четыре трехэтажные дома, остальные дома у нас пятиэтажные. Вот, но не все попали в реновацию. Вот, в этом все дело. Ну, вот это, как я сказал, дом 15-й попал в реновацию, 66-го года постройки, кирпичный, оштукатуренный. Так. И вот это, 12-й тоже попал. Вот. А вот следующий дом, 13-й, как видим, тоже кирпичный, он в реновацию не попал. Вообще, надо сказать, что здесь, на этой улице, находится 12 жилых домов, как я сказал, частично трехэтажных, четыре трехэтажных дома и остальные пятиэтажные. И из них 8 попало под снос в реновацию. Ну, то есть, из 12 домов 8 попало. Ну, получается, ровно две трети попали в реновацию. Соответственно, 4 дома не попали. Это имеется в виду на сегодняшний день. Вот, на март 2020 года. Ну, соответственно, голосование, честно, проходило в 2017 году. То есть, это, так называемая, первая волна реновации. И вот еще следующий дом, под номером 11, пятиэтажка, кирпичная, построена в 1665 году. Все дома здесь были построены в 60-е годы. Ну, и в конце 50-х некоторые дома. Вот. Ну, их совсем немного. Вот. А вот, да, вот трехэтажка, видите. Вот, соответственно, под номером 10, вот там чуть глубине, она, соответственно, в реновацию не попала. А вот этот 11-й попал. Ну, и следующий за ним, 9-й, тоже попал они. Только это от штукатуренный дом, а тут он просто кирпичный, не от штукатуренный. Этим они различаются. Ну, а так, в принципе, годы постройки одинаковые, 65-й год. Вы тоже обращайте внимание, вот на дворы какие-то, да, просторы здесь, вот между домами. Тоже это важно. Вот дом 8, пятиэтажный, он тоже попал в реновацию, построен в 353-м году. Тоже кирпичный, все дома здесь кирпичные. Здесь только кирпичные дома. И трехэтажные, и пятиэтажные, все кирпичные. Просто некоторые штукатуренные, а некоторые не от штукатуренные. Ну, и все. Этим они, в общем-то, различаются. Ну, немножко годами постройки. Вот. Некоторые еще были построены в конце 50-х, то есть, когда это был подмосковный город Тушино здесь находился. Еще от Тушино остались оттуда. Ну, а в основном уже первых половинок 60-х годов постройки. Ну, этот дом, он уже не по парусному проезду, по-моему, по штурвальной улице. Так что, это не относится к нам. Ну, он, во-первых, и высотный. Естественно, его никто сносить не будет. Ну, и кроме того, еще раз говорю, он фактически не имеет отношения к парусному проезду, который мы сейчас рассматриваем. А вот этот домик трехэтажный, он имеет прямое отношение к этому проезду. Это дом номер 6, который, кстати, вот желтенький такой дом, видите. И он, кстати, тоже не попал в реновацию. Вот такой красивый домик 6. И его, по идее, ну, сейчас вот не должны сносить. Вот. И вот этот дом 5 тоже не попал в реновацию. Хотя, в общем, он ничем особо не отличается от других, которые, соответственно, находятся на этом проезде. Те 60-х годов постройки, дом 5, ну, вот в реновацию он не попал. Правильно, как и вот этот 6, тоже на противоположной стороне, трехэтажный дом. Видите, по этой стороне только пятиэтажки, но по той смешано, да, то есть где-то 5, где-то 3 этажа. А следующий, вот у нас по этой стороне, следующий третий дом, тоже пятый, пятиэтажный дом, он попал в реновацию. Вот это дом 1163 года постройки, вот эта пятиэтажка, она попала в реновацию. Ну, а на той стороне смотрим, снова увидим. Трехэтажный дом еще один, под номером 4, и он попал, попал в реновацию. Вот, в отличие от этого желтого дома, под номером 6. Вот, ну и, собственно, остался последний дом, вот этот первый, видите, красненький дом, под номером 1, он прям значится, и он попал в реновацию. Этот дом попал в реновацию, а тот дом, он уже фактически угловой, с улицы Свободы, вот он проходит. Ну и он не попал в реновацию, но он, по сути, как бы дробный. 47 по Свободе и 2 по Парусному. Вот, так что, можно, как говорится, как угодно его считать, и по Парусному, по Свободе. Ну вот, вот дом 1, видите, такой отличается немножко, да, от тех домов, которые мы видели. Тоже пятиэтажка, вот с 60-го года постройки, вот, ну просто красненькая. Ну, таких довольно-таки много еще в Москве у нас есть. Ну, а там уже дома по Свободе, вот эта девятиэтажка, это уже конкретно выходит лицом на улице Свободы, так что понятно. Вот, вот такая ситуация у нас на сегодняшний день, опять же, подчеркиваю, вот, на начало 2020 года по реновации в Парусном проезде. Район Тушино, да, то есть, еще раз напомню, что на сегодняшний день в реновацию попало 8. 8 жилых домов, так, 8 от 3 до 5 этажей, и с 12 жилых домов, которые находятся на этом проезде. Ну, то есть, вот две трети попали. Вот, еще раз их перечислю. Это дома номер 1, вот этот дом. Далее, 3, 4, 8, 9, 11, 12 и 15. Вот, ну, я в описании, как обычно, все эти, еще раз напишу, все номера домов, которые попали на сегодняшний день в реновацию. Так что можете посмотреть уже своими глазами. Потому что на слух, наверное, тяжело. Ну, это Свободный проспект, откуда как раз и начинается вот этот парусный проезд. Ну, а заканчивается, как мы видели, уже на штурвальной. Ну, заодно и посмотрели парусный проезд, что-то он из себя представляет. Видите, как, тоже, наверное, неплохо. Вот он. Видите, такой небольшой проездик. Вы смотрите передачу. И еще на улице от Москвы. И мы с вами сейчас находимся на Сходнинской улице. Ну, мы здесь уже были не так давно. Ну, точнее, если сказать, вот в этом 11 микрорайоне как раз. Вот здесь, в начале Сходнинской улицы. Собственно, вот здесь она начинается как раз. Лодочная. Ну, а это вот как раз дома по лодочной. Тоже я показывал, который этот дом попал в реновацию. Тот не попал, а следующий тоже попал. Это первый, там третий, а пятый тоже попал. Ну, ладно, мы сейчас про Сходнинскую. И вот первый дом. Я уже его показывал. Дом 4А. Четырехэтажка кирпичная. 1661 года постройки, которая попала в реновацию. Ну, и, кстати, вот я уже тоже показывал. Мы видели, да. Вот. Одна из стартовых площадок жилого дома по реновации. Как раз здесь вот между на углу лодочной улицы и вот Сходнинской. Вот она как раз. Видите, вот строительный городок здесь. Ну, и здесь будет строить дом по реновации для вот переселенцев из ближайших домов, которые, соответственно, попали в реновацию. Вообще, надо сказать, что на Сходнинской улице ситуация тоже такая, знаете, полосатая, да. То есть, какие-то пятиэтажки попали в реновацию, какие-то нет. Ну, скажем так, дома до пятиэтажей попали, какие-то не попали. То есть, тут, ну, если быть точнее, то в реновацию здесь попали 9 жилых домов до пятиэтажей. Ну, тут много четырехэтажных. Так, вот это 4, я еще раз показываю дом. Вот, кстати, еще одна площадка. Дом по реновации тоже, потому что он вторая. Вот. Вот это выселенный дом 12-й, двухэтажка. Высели его в 2015 году примерно. Раньше был жилой дом тоже. Ну, естественно, в реновацию он, понятно, не попал, потому что его и так снесут. Кстати, он уже довольно давно стоит, уже пять лет, получается, да. И все, никак его не могут снести. Вот. Тут кто только не лазил, смотрит все на него, конечно. Ну, вот оградили площадку, здесь будут строить новый дом. Вот. Ну, так вот. Итак, 4А мы видели, вон дом, да. Вот. Теперь идем к следующему дому, который попал в реновацию на Сходнинской. Дому 18А. Вот он уже перед нами появился. Так что здесь попало 9 жилых домов. 9. В реновацию именно вот, соответственно, на Сходнинской улице. Вот. А 11 не попали. То есть 9 попали, а 11 не попали. То есть, ну, грубо говоря, почти половина, но все-таки с некоторым перевесом тех, которые не попали. Что интересно. Ну, вот он дом 18А, тоже 4-этажка, 1960 года постройки. Вот. А дальше за ним вот идут дома. Там уже 22, 24, вот, а которые не попали. Как видите, там 18А. Вот он дом, да. А вот там дальше точно такие же дома. Они за ним попали. Ну, а здесь уже высотные дома, которые выходят непосредственно на улицовую линию. А вот, как раз, на проезжую часть Сходнинской улицы. Вот. Ну, естественно, они уже не попали. Это понятно. Вот. Такая тут ситуация. Ну, видите, немножко в глубине. Это у нас 11 микрорайон, а там 10 микрорайон, соответственно. Это мы в районе Южная Тушина. Соответственно, северо-западный административный округ. Недалеко от метро Сходнинская. Вот еще, посмотрите, площадку. Как раз здесь, где строится дом по реновации. Завод этого заброшенной двухэтажки. Ну, и теперь смотрим на другую сторону Сходнинской улицы. И вот видим этот трехэтажный дом. Сейчас их, наверное, чуть поближе подойдут. Вот трехэтажка. Кирпично-штукатурено. 1954 года постройки. По номерам 11 вот этот дом. Которая тоже попала в реновацию. Вот. Но там такой момент, что, соответственно, еще пока до конца не ясно снесут его или будут реконструировать, ну, как, соответственно, дом, представляющий некую историческую ценность, да? Архитектурную, историческую ценность. Поэтому с этим домом, так же, как с двумя следующими домами, уже четырехэтажными, ну, один четырехэтажный, а другой уже пятиэтажный. Ситуация пока до конца не ясна. Ну, скорее всего, все-таки их будут сносить, наверное, но есть все-таки и варианты того, что их будут реконструировать. С исцелением жителей, ну, и потом с последующим исцелением. Итак, это одиннадцатый дом трехэтажный в реновации. А следующий дом уже у нас четырехэтажный. По номерам 13. Вот он, тринадцатый дом. Построен уже чуть попозже. В 1558 году. Ну, тоже такой довольно красивый, интересный домик. Один из старых домов еще. Всех времен сохранился, когда еще Тушино не вошло в состав Москвы. Оно вошло в состав Москвы в 1960 году. Ну, а по этой стороне, обратите внимание, вот это на передней линии стоят уже высотные дома. Вот. Ну, а там вот еще старые дома, которые в 11 микрорайоне. Ну, вот по Сходницкой улице эти кирпичные дома, основные четырехэтажные, они в реновацию не попали. Ну, а мы приближаемся к следующему дому. К уголковому, который стоит на углу Сходницкой улицы и Цветочного проезда. Дом 15. Это уже пятиэтажка, построенная в 1960 году. Ну, то есть как раз тот самый год, когда вот эта вот территория вошла в состав Москвы. Ну, точнее, подмосковный город Тушино. Ну, и все вот эти вот, да, вся территория, да, которая здесь вот доходится. Вот. И тоже с этим домом до конца непонятно, будут его реконструировать или все-таки сносить. Ну, наверное, все-таки снесут, скорее всего. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Исходя из, ну, таких подобных моментов. Вообще реконструкция очень мало у нас домов подвергается. Вот. Но основные предпочитают сносить. Вот. Вот там, кстати, тоже дом от Пасходницкой улицы. Ведь чуть-чуть там они в глубине квартала 11 микрорайона. Но они вот к реновации не попали. Вот. Только один дом я показывал, 18А. Вот он попал. Ну, это не жилое здание. Кстати, раньше, возможно, было жилым домом. Ну, это он уголковый дом. Видите? Пятиэтажка. Под номером 15-60-го года постройки. Вот. Которую, возможно, будут реконструировать. Возможно, там сносить. Ну, в любом случае, она в реновацию попала. Вот. Продолжаем мы на Сходницкой улице. Вот, кстати, железнодорожный переезд, который вроде как не действует. Насколько мне известно, я, конечно, точно поручиться не могу. Но видно, что, да, здесь уже, конечно, давно ничего не ездило на этом переезде. Вот. Ну, а так, это вот соединительная ветка такая идет. Видите? Вот, как бы переезд есть. Ну, фактически, он уже не действует. Ну, кстати, дом тоже трехэтажный. Видите, по Сходницкому в реновацию не попал. Ну, и тот, кстати, тоже вот четырехэтажный тоже не попал. По той стороне, видите, такой дом тоже не попал. Ну, а вот тот дом, который попал. Вот он, трехэтажный дом. Дом 19, дробь 13. Видите? Тоже кирпичный. Вот. Ну, 19 по Сходницкой, а 13 по улице Фабрициус, соответственно. Который вот перпендикулярно проходит вот этой вот Сходницкой улице. Вот. Этот дом тоже попал. Кирпичный дом. 1957 года постройки. Вон там, да? 12, дробь 13. Ну, вот он. Вот это улице Фабрициус как-то спрашивает. Кирпичный дом. ну там какое-то административное здание это не жилой дом двухэтажный так что понятно что к реновации не относится поговорим о жилых домах вот смотрите сейчас еще одну пятиэтажку 23 дом вроде бы тоже такой же как многие другие здесь находящиеся да но он в реновацию не попал пятиэтажка вот она видите пятиэтажка на углу со сходнинским проездом то есть вот он лицом стоит на сходнинской улицу как раз на эту да ну а там сзади у торца проходит соответственно отходит сходнинский проезд ведь этот дом соответственно не попал в реновацию вот так вот то есть тут как бы один до 1 другой нет такая ситуация вот ну а мы смотрим на еще один дом который попал в реновацию этот трехэтажный дом по нормам 42 вот он какой-то он тоже красивый дом необычный еще старый остаток все подмосковного города тушина 353 года постройки дом кирпичный тоже оштукатуренный правда вот он вот это 42 дом он попал в реновацию но тут по моему снова без вариантов то есть здесь не предполагается никаких если там еще 11 13 15 там еще рассматриваются вопросы реконструкции то соответственно здесь 42 он просто попал без всяких вариантов а дальше вот мы видим тоже там довольно много четырехэтажных домов пойдут один с другим там 44 46 и так далее которые в реновацию не попали мы тоже такие еще старые дома оставшиеся отчасти от старого подмосковного города тушина 2016 года постройки соответственно ну и вот ведь вот такие красные дома они не попали в реновацию как ни странно ну и вот даже в самом конце сходнинской улице мы видим еще два дома которые здесь попали на эту улицу в реновацию этот дом 50 корпуса 1 соответственно четырехэтажный тоже кирпичный оштукатуренный дом вот и 50 корпус 3 вот он толком идет этот дом кстати обратите внимание что все дома здесь на сходнинской улице они все кирпичные то есть тут нет панельных блочных домов я меду пятиэтажного 3 4 5 этажных вот для пятиэтажей более высотные то есть а это нет поэтому соответственно вот это тоже такой важного то есть они могут быть оштукатурены не штукатурены но соответственно они все кирпичные в основе своей вот ну что ж это дом у нас не попал 50 вот в реновацию а 52 попали 52 корпус 1 и корпус 3 это обычный пятиэтажки уже кирпичный не оштукатурены вот они вот этот 50 корпус 1 попала в реновацию вот этот дом и оба они были построены в 1363 году вот это 50 корпус 1 ну его там 50 корпус 3 63 год еще одна кирпичная печь какое расстояние какие вот между домами да какие то какой двор большой здесь огромный прям чуть не как стадион вот какой двор да ну и соответственно вот он 50 корпус 3 ну и таким образом я подытожить да то есть чтобы как бы уже как говорится отложился я потом запишу там уже пояснение в описании но еще расскажу что здесь на сходинской улице настоящий момент опять же подчеркиваю да то есть на 2020 год на сегодняшний даже день можно сказать даже не 2020 год а на сегодняшний день на 20 марта 2020 года вот так значит попала здесь у нас соответственно 9 домов в реновацию от трех до пяти этажей вот ну и из них три дома возможно будут реконструированы то есть это дома 11 13 15 вот 3 4 5 этажные соответственно ну и соответственно остальные дома будут снесены это уже однозначно ну а те тоже могут быть снесены но возможно что вот и мы видим что уже на углу сходинской и лодочной улицам начале сходинской улице я показывал да уже начинается строительство двух домов по инновации то есть там уже стартовой площадке там пока еще идет только подготовительная работа то еще строительство как таковой не началось ну по крайней мере дома мы пока не видим но уже наверно скоро будет он потихонечку появляться ну вот видите имеет как раз метро сходинской все самый конец и дальше там уже пульс и героев панфиловцев химкинский бульвар где мы не так давно были и так далее вот взять еще раз посмотреть отсюда тоже видно дом 52 корпус 3 кирпичный 63 года постройки да он ведь целый южный тушина написано вот так все вот этот дом как раз пойдет под снос вы смотрите передачу реновации новостройки москвы мы с вами на химкинском бульваре вот около метро сходинская здесь он заканчивается но начинается на улице свободы вот там такой прямой бульвар между улице свобода и улице героев пампиловцев ну и перед нами центр калейдоскоп также развлекательный вот здесь раньше кинотеатр балтика ну а теперь соответственно кинотеатр занимает лишь небольшую часть этого центра вот это собственно район тушина ну а точнее это химкинский бульвар он как раз служит границы между двумя районами административными северная южная тушина вот там находится север южная тушина по той сторону но по другую сторону бульвара находится соответственно северная тушина о котором я кстати не так давно рассказывал ну и видите здесь довольно много пятиэтажек на самом деле в этом дом 23 который не попал в реновацию тоже одна из пятиэтажек вот на самом деле половина домов на этом бульваре составляют пятиэтажки вот но если быть точнее то 15 пятиэтажек из 29 домов жилых которые находятся на этой на этом бульваре но из них только 9 пятиэтажек попали в реновацию и вот одни из них как раз перед нами это вот они две пятиэтажки как посочиненные 19 корпуса 1 и 2 это ведь такие необычные дома как бы общежития общежития такой такие гостиничного типа вот и здесь они собственно создавались эти пятиэтажки ну как бы для холостяков для одиноких людей и как бы такое было временное пристанище они тут какое-то время жили но потом предполагалось что они должны получить уже отдельную квартиру поэтому собственно говоря в этом в этих вот домах комнатки комнатки очень небольшие всего там где-то 12-14 метров примерно по метражу одна комнатка ну и все там небольшой и коридорчики небольшие да и все и кухни небольшие все небольшое а по сути поскольку но поскольку люди были принципе одиноки дату предполагал что жены то у них нету до носом мужчина да ну или ну да на носом мужчина одинокие были да как то так то как бы вот им помогало здесь вот в здании вот который соединяет как раз перед нами да вот это двухэтажное здание сейчас ресторан грант на грант находится вот здесь раньше была как бы такая ну столовая да столовая там химчистка была прачечная в общем как бы такая служба быта да и соответственно вот служба питания где собственно в основном готовили обеда там ну люди могли отдохнуть пообщаться как-то вместе такой всякие службы сервиса действовали так далее вот ну а сейчас это просто обычная квартира просто малометражные вот и все сейчас по сути это уже в общем-то не общежитие хотя там тоже по-прежнему коридорная система над этого никуда не деться то есть коридор проходит через весь этот дом ну и соответственно от коридора идут всякие разные комнатки вот так что эти дома их они попали в реновацию снесут вот мы пересекаем штурвальную улицу этот дом про штурвальный который тоже попал в реновацию ну а мы идем дальше по кимкинскому бульвару сторону улицы свободы и так два дома мы уже увидели из девяти и так 19 вот эти дома 19 корпус 1 и корпус 2 которые попали в реновацию дома соответственно гостиничного типа но вот эти у нас тут девяти этажки это дом 17 по кимкинскому эти дома здесь на бульваре не попали в реновацию а вот за этим домом и видите застройка здесь в основном 60-х годов то есть тогда когда собственно этот район ну и вся эта территория они вошли состав москвы в 60-м году это произошло когда москва расширилась до мкада ну и как раз началась тут массовая застройка уже вот этими пяти и девяти этажными домами ну немножко больше иногда вот этого собственно района тушина в том числе и химкинскому бульвару и вот перед нами собственно дом 15 он кирпичный от 162 года постройки который попал в реновацию на этом бульваре здесь это тоже видите такая я уже говорил да что здесь далеко не все пятиэтажки попали в реновацию пример только две трети попали а соответственно остальные не попали вот ну в принципе такая типичная ситуация во многих местах так что сейчас если вот этот дом 13 он собственно такой же как 15 и тоже кирпичный построены тоже 1162 году вот он не попал в реновацию видите 15 попал вот этот а 13 не попал а вот этот 11 тоже попал еще один попал но обратите внимание какие-то дворы эти просторные а там сайте уже 12 этажный дом ну это уже собственно влепили 80-е годы тоже как бы 40 тоже как-то такая точечная застройка была здесь вот ведь взяли и влепили и так вот этот 11 дом который попал в реновацию и даже как и 15 а вот этот 13 не попал и и и дальше мы увидим вот по этой стороне еще несколько пятиэтажек которые не попали в реновацию они все кирпичные будут у нас ну это вот собственно девятиэтажка которая я уже говорил здесь в реновацию попали только пятиэтажки на химкесском бульваре ну где девятиэтажки попадают как вы знаете да но здесь они не попали именно вот в этом районе вот дом 7 тоже не попал в реновацию кирпичный хотя видел совершенно ничем не отличается от дома 11 такой же кирпичный дом вот что 711 близнецы братья построены в одно время но видите вот этот 11 попал а вот этот 7 не попал вот такая вот интересная ситуация но это опять же 12 этажный дом начала 80-х годов постройки естественно говорить не очень все понятно и так 7 дом не попал ну и сейчас мы за этим 7 мы видим еще два кирпичных дома 5 3 который тоже такие же как это близнецы братья но и который тоже не попали в реновацию вот этот третий дом вот это пятый вот они так вот стоят у специально сделали да чтобы окна в окна не смотрели да все таки все продумано как-то было вот ну и ведь как так что как-то они особо не соприкасались да и все таки на некотором расстоянии друг от друга находились они здесь видите между ними находится двор такой довольно красивый видите какой все ну естественно если будут все это сносить конечно же все это снизу тоже понятно и дворы ну все потом будут заново делать понятно вот мы видим здесь еще пока реновация не началась вот в этом районе вообще нас к что в тушино реновации проходят довольно медленно по отличаться многие других районов ну в частности от бескудникова допустим от зюзина например от дмитровского района где там вовсе уже идет реновация строится дома сносятся что-то здесь пока еще только даже не приступали то есть только пока в семнадцатом году как вот определили там список домов который попал в первую волну реновации так все это всех пор и осталось вы смотрите передачи реновации новостройки москвы мы с вами находимся на цветочном проезде который отходит от сходнинской улице ну и собственно ведет предприятие мост зеленхоза ну то есть по сути это никакой не проезд а просто небольшой тупик такой который по сути заканчивается ну просто узел зеленхоза и все ну здесь все очень просто здесь всего четыре жилых дома два четырехэтажных и два пятиэтажных и все их снесут вот это дом под номером 9 с пятиэтажка самая поздняя тысяча семьдесят третьего года постройки вот и все дома тут попали пацану здесь много таких названий как такое красивое но на самом деле тут очень много таких вот автосервисных предприятий это дом 11 тоже кирпичная пятиэтажка построены в 1169 году вот она тоже попала в реновацию куда они так друг за другом идут один за другим почти до конца тупи этого проезда сказать тупика вот и так 9 этот 11 дом следующий дом 13 и он уже четырехэтажный вот ну и построен был почти на 10 лет раньше чем вот эти дома вот был построен тысячсот шестьдесят первом году у нас штукатуренный в отличие тоже от этих других вот эти пятиэтажек 9 11 который просто кирпичный любит без штукатурки ну видят штукатуренный четырехэтажный дом вот там он частично штукатуренный кстати интересно да знаете два этажа штукатуренных а два покрашена то есть нам было изначально двухэтажные потом добавили еще два этажа ну это вот 13 дом и последний 15 дом следующий тоже четырехэтажный построены в 1161 году вот он но здесь все понятно обычный кирпич убить все дома тут кирпичные так что понятно вот все эти дома снесут ну собственно он конец этого проезда цветочного все там уже вот мазеренхоз предприятия мазеренхоз 2 по моему как называть но тоже обратить внимание на дворы до которые здесь есть довольно такие просторные вот все так что здесь все дома снесут это в принципе все здесь легко так вот по цветочному проезда не все попали в реновацию естественно подснулся тут без особых вариантов вы сможете передачу реновации новостройки москвы мы с вами находимся в тушине вот это химкинский бульвар и здесь вот от него отходит штурвальная улица здесь она заканчивается и вот сейчас мы как раз у него поворачиваем и вот на этой штурвальной улице всего две пятиэтажки первая находится перед нами вот это дом 14 пятиэтажный обе пятиэтажки попали в реновацию вот это недалеко от метро сходнинская то есть они знают вот типичная пятиэтажка 1962 года постройки 1 14 вот она первая попала и следующее сейчас сразу же за ней принципе будет только по этой стороне еще одна вторая пятиэтажка вот которая тоже попала в реновацию ну а дальше остальные дома здесь по 9 и по 12 даже 12 этажный дом ну и есть и 9 этаж на май так вот номер 14 и вот она следующая пятиэтажка школа номер 7 корпуса 1 вот она пятиэтажка тоже кирпичная 1963 года постройки но здесь вот все же весь этот квартал это у нас в принципе девятый микро район тушина административно это район южный тушина он весь был очень застроен фактически в 60-х годах ну когда эта территория обошла в состав города москвы до этого был здесь подмосковный город тушина вот вторая пятиэтажка 7 корпус 1 который тоже соответственно попала в реновацию все только две пятиэтажки а больше пятиэтаж здесь нету как я уже сказал остальные дома на штурвальной улице это только 9 и 12 этажей вот они как раз перед нами то конечно же такие дома не попали 12 это просто и вообще по определению девятиэтажки кое-где попадает но здесь они не попали ну вот и все собственно говоря ну дальше смысла эти уже не час еще покажу вот седьмой дом с другой муж страны и все это дом 7 соответственно который второй дом пятиэтажка который попал здесь вы смотрите передачу реновации новостройки москвы мы с вами находимся на бульваре яна райница вот он как раз выходит это рядом с метро сходницкая ну соответственно в районе тушина вот ну собственно как раз здесь проходит граница между районами северная южная тушина и вот за вот этим таким монументальным 12 этажным жилым домом конца 80-х годов постройки вот скрылись пятиэтажки которые находятся как раз на бульваре яна райница и соответственно именно только они как раз и попали в реновацию на этом бульваре ну и сам здесь как мы видим преобладает застройка девятиэтажные двенадцатиэтажная разных форм вот размеров эти девяти двенадцатиэтажные дома но есть некоторые и побои повыше дома но хотя их совсем немного но все-таки как я уже сказал здесь есть и пятиэтажки они скрылись как раз вот за этим большим таким домом он как бы их закрыл в конце 80-х опыта не перед нами вот ну и еще за следующим домом соответственно после запрещения с аэродромной улицы там еще один тоже дома 12 этажный за ним тоже еще есть пятиэтажки вообще рассказать что всего всего здесь на бульваре где она родится соответственно находится всего 7 7 пятиэтажек вот они из них соответственно 5 кирпичных вот таких как этот ну и 2 2 блочных и вот соответственно из этого количества да то есть это семьи соответственно 55 попала в реновацию и вот сейчас мы как раз их посмотрим то есть три кирпичные 2 блочных вот этот третий дом не попал которому только что видеть а вот этот 5 уже попал вот эти дома кирпичные как мы видим и все были построены в 1663 64 годах ну то есть в общем буквально через три-четыре года после того как эта территория а точнее город тушина который здесь находился подмосковный он вошел состав москвы это прошло в 1660 году до этого территории была подмосковная и так вот этот пятый дом попал в реновацию следующий седьмой вот он идет они идут прям в подряд буквально вот вот на 7 ну и соответственно следующий 9 вот он 9 вот это 63 год постройки соответственно 7 и вот это 9 7 ну а 5 он 64 вот эти дома они все как раз и попали в реновацию заходить ну вот и заходит кстати тоже обратите внимание на дворы территории между домами давите какая большая территория пространство и так вот этот 9 тоже попал и так легко до 5 7 9 а вот этот 11 дом кирпичный не попал вот настоящий момент и напиши на сегодняшний день он в реновацию не попал вот эти два кирпичных дома 3 и вот этот 11 они в реновацию не попали именно на сегодняшний день ну опять же по голосованию 2017 года вот ну еще сейчас посмотрим облачных дома они уже там по другую сторону аэродромные улицы находятся который тоже попали здесь одна боль в бульваре в реновацию вот опять же сойти на пространство между домами да то есть тут все достаточно комфортных проживаний конечно но еще раз как говорится понимаете я как сомневаюсь что они устоят тем более учитывать то что метро здесь буквально вот ну буквально там две-три минуты ходьбы то есть можно действительно в шаговой доступности вот ну все сейчас мы перейдем аэродром ну и посмотрим еще два дома ну и вот в облачном доме оставшихся по бульвана я на разница которого как я уже сказал 12 этажки проходит тоже скрылся как и все кирпичные дома а также вот две пятиэтажки тоже по бульвана я на разница вот это дом 15 блочный дом 1663 года постройки обращайте внимание опять же на пространство между домами вот довольно большие тоже это очень важно конечно не как сейчас строить буквально окна в окна до стенка в стенку а я действительно с таким довольно большим комфортом у вичита пример еще и то что все-таки дома-то пятиэтажные тоже то есть даже с невысокая сейчас могут быть огромный а пространство фактически жизненно в общем-то отсутствует но этот последний дом 17 корпуса 1 еще одна пятиэтажка блочный тоже 63 года постройки ведь какая страшная но вот это естественно тоже атаки всегда попадают в общем-то под реновации все это вот что касается ну дальше даже видите до 12 этажные дома и тоже башенного типа это вот там плоскостные за которыми эти пятиэтажки находятся это уже башенного типа там небольшой парку за домами я уже вот около школы там дубовая роща называется вот ведь тоже какие пространства смотрите там вот у тебя проезжая часть проходит да и его соответственно где дома да видите какое пространство идет жизненно это очень важно для комфортной жизни конечно окружение вот ну и к тому же сам бульвар еще да то есть там можно погулять такой зеленый весь вот все вот что касается на сегодняшний день да то есть опять же напомню да что из семи пятиэтажных домов которые остались вот видите так это плоскостной соответствии дожды дом вот на бульваре я на раньше так вот из семи пятиэтажек которые остались на бульваре бульваре я на раньше только 5 попало в реновацию дома номер 311 они не попали ну я полный список потом в описании как обычно прикреплю так что можете посмотреть то что мы видели еще разок освежить вот и конечно же еще раз говорит на сегодняшний день и не факт что две пятиэтажки которые не попали они соответственно стоят я боюсь что их тоже будут сносить но может быть и другое дело что они попадут во вторую волну реновацию но я знаете даже сомневаюсь что вообще таскать еще будет какой-то там голосование могут просто заодно снести дать богода будут сносить вот эти пятиэтажки да а пока мы видим в общем ну принципе они стоят достаточно ровно спокойно пока никаких поползновений к сносу нету ну так вот когда будут сносить вот эти пятиэтажки до которые попали в реновацию заодно с ними загребут и те которые не попали потому что естественно первое близко по метро место достаточно лакомое хотя это район еще не считается престижным все таки но все-таки метро рядом исходницкая это район душиная напоминаю вот ну и соответственно во вторых потому что очень трудно строить тем более когда речь идет о строительстве нескольких домов когда допустим ну какой-то дом сносится какой соответственно остается рядом да потому что все таки понятно что общая инфраструктура коммуникации вот ну и вообще очень много всего общего связывает и скажем так техники до застройки нужно где развернуться а когда все очень как-то близко находится все как-то так друг другу близко то особо как не развернуться нет такого оперативного простора вот для застройки вот собственно сам бульвар там тоже такая хорошая зона он комфортно вот так что боюсь что эти дома могут тоже не устоять ну поэтому сейчас вот так вот любят по квартальную до застройку ну когда сразу все сносит и весь квартал застраивать конечно это намного удобнее с точки зрения застройщики коммерческая выгода тоже понятно что строить не только для переселенцев но еще и коммерческие тоже площадь ну что мы расследим событий пока ситуация на сегодняшний день такова как я могу писал я могу писал